приветствую всех любителей хорошей музыки на своем канале обещал сделать ролик записью звука техник с b1000 но никак не мог подобрать к ним оптимальную систему сначала хотел моно брендовую техник с тех лет а потом подумал для ассортимента надо собрать что-то на других брендах но достойно этих sb тысячных техниксов оконечник привет источник что-нибудь из золотой эры хай фай аналоговой золотой эры хай фай но других брендов как раз посмотрим что другие бренды выпускали какие аппараты и так первый аппарат это оконечный усилитель компании sansui модель by 3000 есть у них еще топовый пятитысячный аппарат но он в принципе сделан по той же схеме и смысла в нем большого нет потому что отличаются пятитысячные от трехтысячного в основном выходной мощностью а этот трехтысячный техник сам и так за глаза по мощности здесь вот у них клиппинг от 170 ватт то есть если мы там будем эти техник слушать максимум на 100 ватт усилитель будет работать без нагрузки далеко от клиппинга в таком легком режиме и будет давать минимум искажений и так исполнение очень достойного sansui анодированный алюминий фрезерованный корпус металл все качественно сделано покрашена ручки примут загляденья фрезерованные приятные тактильно кнопочки тумблеры все в общем лучших традициях золотой эры дальше пред пред у нас victor pl10 лабораторной серии у меня есть еще оконечник victor ml10 но про него я расскажу позже здесь я хотел именно разно брендовую системку собрать итак аппарат очень красивый полированный кейс рояльный лакун там отражение до всего видно тоже ручка фрезеровано алюминий здесь панелька все качественно такая вот крышечка красивая из толстого алюминия отключаемый темброблок кстати мы слушаем на директе вот видите горит директ без тембров без ничего техник состоят далеко от стены то есть не как вот они звучат так они и звучат то есть если мы их ближе к стене поставим то у нас будет побольше баса сейчас они вот звучат именно ближе к такому ровному полю и так с источником я решил не использовать винил потому что золотую эру хай фай основным источником самым модным и популярным это была кассета поэтому я буду использовать кассетную деку это на комичи zx7 весь интернет любители кассет сходят с ума по драконом по на ком тысячным но я выбрал семерку я записи все пишу сам и мне очень понравилась этот функция с азимутом записывающей головки поэтому я выбрал этот мак ну и звук соответственно конечно у семерки тоже мне понравился до 1000 тоже хорошо звучит я ничего не хочу сказать что там семерка лучше ног какие-то хуже нет каждый ног уникален про это вообще можно снимать отдельное видео но мне понравилось вот эта функция которой нету у дракона и у тысячного на к и так в чем смысл смысл еще этого ролика в том что записи которые я буду демонстрировать я делал давно 10 лет назад 20 лет назад может быть дольше бытует мнение что записи на кассетах хранятся недолго и вот я как раз в этом ролике продемонстрирую качество записи спустя 20 лет хранения причем я их слушаю очень редко это я вам распаковал кассеты на там какие-то я писал и вот я сейчас эти кассеты буду слушать то есть они хранились все не перематывались мы сейчас их послушаем единственное небольшая небольшое такое отступление какой-то фон услышите может быть потрескивание это все с оригинала то есть как вот писалось на перс винила или или с катушки этот фон соответственно тоже записался и так включаем звук а в конце видео снимаем крышечку сансуя стоп 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 я сейчас начал писать звук и у меня такой косяк обнаружился у меня здесь аналоговая запись записан иосиф ковзон вот на такой вот кассете металл до хорошая кассета джон и так я пишу на цифровой рекордер на ю тубе у нас звук mp3 вот а цифра у нас как у нее 0 децибел уровень и все если уровень выше то полный стопроцентный клиппинг с отсечкой искажения просто противные ужасные аналоговая запись у нас 0 на металле даже там плюс 3 хороший металл можно и плюс 4 даже если вы запишите 5 плюс 7 даже до 10 будут появляться искажения но они мягенькие не чужды нашему уху достаточно приятные вот здесь запись с бобины я писал выставлял но уже точно не помню но где-то наверное выставлял минус 5 и так и клипы пики голоса кобзона не там до плюс 7 доходили может чуть больше и никаких на слух не было искажений я чувствую цифровой рекордер настроил на минус 20 по начала песни поет потом он как запоет динамический диапазон он доходит в ноль и упирается то есть динамический диапазон цифрового рекордера стандарт да я пишу в 24 бита потом конвертирую же не в mp3 его даже мои 24 битов что я пишу не хватило голоса кобзона то есть сейчас я что делал я сейчас убираю уровень микрофонов своих да и где-то до минус 30 и просто повышу громкость на преде соответственно у меня будет шипение больше так что вот вы сейчас будете слушать что получилось и там шипение будет больше итак резюмирую то есть динамический диапазон кассеты он даже лучше цифровой 24 битной записи 20 в 24 бита у меня не уложился клип вокала кобзона то есть писали в ссср тогда понятно аппаратура была не самая лучшая там где-то шипение где-то шумы но они писали не не резали музыку так не верхушки амплитудом не отрезали не было такой компрессии поехали еще раз попробуем записать а ну у ну Пролетели года Мужеству верность храня Ты стоишь и молчишь У святого огня Ты же выжил, солдат Хоть сто раз умирал Хоть друзей хоронил И хоть на смерть стоял Почему же ты замер? На сердце ладони И в глазах, как в ручьях Клещет вечный огонь Говорят, что не плачет солдат Он солдат И что старые раны К ненастью валят Но вчера было солнце И солнце с утра Что ж ты плачешь, солдат У святого костра? А ты же выжил, солдат Хоть сто раз умирал Хоть друзей хоронил И хоть на смерть стоял Почему же ты замер? На сердце ладони И в глазах, как в ручьях Плещет вечный огонь А смотри же, солдат Это юность твоя У солдатской могилы Стоят сыновья Так о чем же ты думаешь Старый солдат Или сердце горит Или раны болят Почему же ты замер? На сердце ладони И в глазах, как в ручьях Плещет вечный огонь А чем уже ты замер? На сердце ладони И в глазах, как в ручьях Открасились в огонь Пролетели года Отгремели бои Как и обещал Снимаю я крышку Сан Су Би 3000 Красиво сделан Такие кожухи Огромный транс Со схемой его подключения Видим, что он Только 100 вольт То есть переключить его на 220 нельзя Огромные Внушительных размеров банки Но По современным меркам 22 тысячи микрофарад На канал По моему мнению Маловат То есть если мы Сравним с более свежим Техниксом У него получается 37 с половиной тысяч Микрофарад на канал При тех же 170 ваттах Здесь тоже 170 ватт И 22 тысячи микрофарад На канал То есть Запас по Импульсу По динамике Будет Поменьше Чем у технаря Но опять же Техникс Это уже начало 90-х Сан Су Это Середина 70-х Дальше Смотрим Транзисторы Транзисторы Вот мне нравятся В металлических Корпусах Транзисторы Все Компании НЕК Вот если видно НЕК Я думаю Сложновато Будет Найти сегодня Аналоги Хотя можно Наверное Поискать Попробовать Но тут С транзисторами Все хорошо Дальше Такие крышечки Я их открутил Предварительно Очень интересные Под этими Крышечками Вот я их снял Платы Соответственно Они все На разъемах Вот можно Рассмотреть Кстати Вот Транзисторы Мелкие Тоже НЕК Стоят Видимо Сан Су И дружили Тогда с ними Ничеконы Конденсаторы Ну В общем Такая беглая Оценка Схемотехники Это Классическая Для 70-х Годов Режим АБ Но Длинные Очень У него Цепи Что мне Не нравится Это Длинные Цепи Между Между Каскадами Между Предварительным Каскадом И выходным Сейчас Уже Конечно Все это Дело Укоротили Но Тогда Такая Была Концепция Схемотехника Она Дает Свой Звук Звук Вы слышали Так Сзади Сзади Классические Для Середины 70-х Мелкие Такие Терминалы Толстый Кабель Мы сюда Не Воткнем Но Банан Можем Поставить Розеточка Дополнительная Одна Пара Входных Разъемов РЦА И Переключатель Для Работы В мосту Это При Наличии Двух Таких Усилителей Можно Их Сделать Как Моноблоки На Левый Правый Канал По Одному Такому Усилителю Мощность Всегда Японцы Хочу Подчеркнуть Пишут Среднюю 350 Ватт То есть Если Вы Используете Трансформатор С 220 На 100 Вольт То Вам Нужно Брать Сюда Минимум Киловаттный А лучше Полтора Киловатта Чтобы Был Запас Чтобы У вас Не было Просадки В Динамике Итак Сенсуй BA3000 Техник ССБ 1000 Виктор PL10 И Nakamichi ZXI Сегодня У нас были На прослушивании Подписывайтесь На канал Всем Пока